Еще раз посмотрел послание президента и его обращение к гражданам, там главная идея сбережения народа. И вместе с тем Клишас и Крашенинников вдруг внесли в Думу закон, по которому могут у любой семьи в течение 24 часов отнять ребенка. Я ожидал от партии власти любых проказ и мерзостей, но это уже перешагнуло все черты возможного и дозволенного. На мой взгляд, те, кто занимается этим, они не понимают. Они сидели рядом с президентом и убеждали нас, что надо принимать поправки в Конституцию, ибо тогда у нас будет подлинно социальное государство. Они нас ставили на том, что надо повышать и гарантировать надежные пенсии. Они требовали того, чтобы мы строго соблюдали законы и уважали свою тысячелетнюю державу. И вместе с тем все делают для того, чтобы именно подержать, именно подорвать державные основы нашей тысячелетней государственности. Хочу напомнить этим господам, что в 1900 году в нашей стране проживало примерно 90 миллионов человек на территории нынешней Российской Федерации. Несмотря на то, что мы пережили Первую и Вторую мировую, японскую и финскую, несмотря на холодную войну и массовый беспредел фашистов, нацистов и эсэсовцев, Тем не менее, к 1967 году, когда мы отмечали юбилей советской власти, мы в полтора раза увеличили население нашей державы. В 1900 году средний возраст российского гражданина составлял 38 лет. Мы отставали от всех стран практически Европы. В 1967 году мы обогнали практически всех. Американцев на три года, средний возраст составлял 70 лет. Фактически были в ряду первой пятерки самых больших долгожителей на планете. С 1991 года под руководством ельцинских реформ и путинских преобразований страна не прибавила ни одного человека. Русские убавили 20 миллионов человек. Население у детей отняли все, что только можно. Я полагал, что господа Клишес и Крышенинников почему-то назвали закон 2К, видимо, два карателя, которые нашлись в нашем государстве, восстановит права детей, которые они имели. У нас только мать получила по конституции советской 21 привилегию. Мама имела возможность не просто рожать ребенка, а имели детские кухни и детское питание, имели детские поликлиники и детские санатории, имели пионерские лагеря и великолепные здравницы для всех, кто пожелает в этом. Имели возможность молодые семьи получать квартиры, а дети получать бесплатное образование и первое рабочее место. И вместо того, чтобы восстанавливать в рамках социального государства, обещанных Путиным, Крышенинниковым и Клишесом, внесли предложение, по которому можно ворваться вам в дом под любым надуманным предлогом. Сосед звякнул на предмет того, что кто-то у вас заплакал. Прискочили, в течение 24 часов в нашем самом справедливом кавычках суде, осудили и вас запрятали, отняли у родителей. Где вы видели таких карателей? Я думаю, эсэсовцы поступали более благородно. По крайней мере, они не скрывались под масками социального государства и законности. Меня мать учила первые 4 года. Для порядка иногда вставила в угол. Но это пошло на пользу. Я школу окончил с медалью. У моего деда по отцовской линии было 8 детей. Он был учителем сельской школы. Он одил, выучил 8 детей, а советская власть дала всем им бесплатное образование. Господа Клишес и Крышенинников, где вы на предмет гарантии конституции полного нормального образования? Вы сейчас 5 раз увеличили число безработных. Вы стали людей нищими. Каждый второй живет на 7 долларов в сутки. Вы обобрали всех до нитки и теперь вносите предложение, по которому можно прийти в семью, ворваться и расправиться над семьей. Вы тем самым вносите не только раскол в общество. Вы не даете возможность молодому поколению восполнить убыль населения. А сокращение населения на огромных просторах, а нам от Бога и отцов предков досталась шестая часть суши, означает вы подрываете российскую государственность. Вы не имеете права занимать эти посты. Вы должны написать заявление об уходе с этой должности. Потому что один комитет называется конституционной и гарантия государственной укрепления, и второй примерно та же. Вы не гарантируете ни конституции, ни укрепления государства. Вы уничтожаете ту сердцевинную основу. Я вам посылал специально, готовил закон, русский стержень государства, державы российской. Отправил всем членам совбезов. Не получил ответа ни от Путина, ни от Вайны, ни от Кириенко. Отправили всем членам Совета безопасности. Почему нам не изучить и не посмотреть на эту проблему всерьез? На русский мир идет дикая атака в Белоруссии третий месяц подряд. Русский мир пытаются обвалить на Кавказе. Русский мир рассыпается в Молдавии. Русский мир, который прежде Россию, который раньше держал бог, царь Отечества, советскую страну, держала единые партии, единая собственность, единая идея построения справедливого, достойного общества, сегодня держит русский язык, русская культура и наша Великая Победа. Больше нечем держать страну, нечем ее держать. А вы вносите предложение, по которому надо лишить права молодой семье иметь детей, их воспитывать и нормально обучать. Поэтому мы считаем это вызов, просто вызов всему обществу, непозволительный и недостойный. На фоне коронавируса сидят и прикрываются с такого рода инициативой. Я обращаюсь и к председателю Думы. Как получается, что на фоне коронавируса, когда все требуют сплоченности, объединения, к вам мы обратились с письмом к Акслену Савбезу относительно того, что рейдеры продолжают наезжать на совхоз имени Ленина. Совхоз создал для детей идеальные условия. Обратитесь там к молодым семьям, они вам скажут. Классные сады, великолепные школы, потрясающий спортивный комплекс. Первый в Москве, сейчас уже работает великолепный каток. Закрепляют свое здоровье, иммунитет укрепляют, в результате и болезней не берут. А вы, прикрываясь коронавирусом, продолжаете поддерживать то, что, собственно говоря, не укрепляет стабильность. Протащили цифровизацию, продолжают разрушать базовую школу, выгнали всех на удаленку. Уже опубликованы результаты исследований по Швеции и Финляндии. Шведы не запирали свои школы, у них 2-3 раза больных детей меньше, чем в Финляндии, которые выгнали на удаленку. Так каким образом в течение года дети не получают полноценного образования, и сейчас все ходят, и опять, давайте вас загоним на удаленку. Я обращаюсь к господину Добродееву. Почему на программе у Соловьева мы опять слышим эти провокационные выступления Жириновского на предмет всех левых отправить за Урал? Что у него есть? Такие полномочия? Нет никаких. Почему на государственном телевидении звучат новые эти провокационные выступления? Почему этот персонаж прыгает с одной программы на другую, не сообразуясь ни с чем, ни с законностью? Поэтому мы настаиваем, мы поручили, в том числе и юристам нашим, разобраться с такого рода заявлениями. Завтра будет рассматривать вопрос в суде относительно продления ареста сына Левченко. Мы рассмотрели все вопросы. Там нет никакого преступления. Еще раз обращаюсь к Бастрыкину. Почему ваши следователи настаивают на том, чтобы дальше под арестом сидел человек в матросской тишине? Сидел в следственном изоляторе повышенного режима. На каком основании? Ваши подчиненные приписали ему, что якобы он создал компанию, не создавал, мы расследовали это дело. Что якобы завышал цены на лифты, не завышал. Примерно 2 миллиона стоит замена лифта, ни копейки больше не брали. Сейчас новая власть установила цену 4,8 миллионов. Как работают эти лифты белорусской поставки? Работают прекрасно, без аварий и сбоев. На каком основании держите одного, второго и третьего в тюряхе, в матросской тишине? Поэтому вам официально отправлен наш протест. Просьба официально на него ответить. Но еще раз обращаюсь к следам Совета безопасности. Вам направлены материалы от имени фракции. Всем и каждому. Он не случайно создан, называют Совет безопасности. Потому что наезд на коллективные народные предприятия, а он продолжается. Судебное преследование лучших руководителей. 702-й суд будет на днях по делу совхоза имени Ленина. Совхоза лучшие показатели, лучшие зарплаты, лучшая социалка. Лучшие в соответствии с вами подписанные конституции. На каком основании продолжается этот беспредел? И есть еще нормы и правила. Государственные чиновники обязаны в 30-дневный срок ответить нам. Мы третий раз к вам обращаемся и не получаем разумительного ответа. Это абсолютно ненормально. Поэтому те, кто желает, чтобы в стране действительно было социальное государство, и были защищены, прежде всего, дети, женщины и старики, поддерживайте леопатриотическое движение. Выступайте против этой группы карателей, которые вдруг намерились расправляться с российской семьей. Сплачевайтесь и объединяйтесь. Потому что никаких других способов защиты, кроме коллективных действий граждан, которые хотят в стране мира и подлинной демократии, мы на сегодня не видим. Но настаиваем на том, чтобы Совет Безопасности ответил на наше обращение. Мы не получили от вас ни на первое, ни на второе, ни на третье вразумительного ответа. Вы обязаны ответить в соответствии с российскими законами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова